Ни запаха, ни цвета, да? У него вкус есть, сладко кислый. Таким получился антипреспирант начинающего казанского бизнесмена Айдара Голиудинова. Существующие средства мужчину не устраивали, и он решил на основе натуральных минералов сделать свой. Разработать состав помогли химики, а на фабрике предпринимательства научили, как затеи придать товарный вид. На фабрике нам помогли наметить планы работы, создание производства, и также организовать продажи и, соответственно, упаковать, как нужно, свой продукт. Свои бизнес-начинания выпускники фабрики предпринимательства показали и Рустаму Миниханову. Особенно президента заинтересовала презентация Алисы Сафиной из Альметьевска. Девушка основала СММ-школу, где учат, как стать популярным с помощью социальных сетей. Работаем по всему миру. Рустам Миниханов предложил взять в ученики и республиканских министров. Неплохо бы, если вы нам сделали мастер-класс для наших министров. Они тоже умели работать в социальных сетях. Они вас пригласили. Вы будете нашими партнерами для агентства инвестиционного развития. Нам надо продвигать. У нас очень много проектов, планов. Всего в этом году фабричное обучение бизнесу охватило более 8 тысяч человек. 400 фабрикантов уже открыли свои производства. Еще год назад эти люди вообще мало что знали о предпринимательстве. Или боялись об этом даже подумать. Уникальность этого проекта, что действующие предприниматели смогли до них донести, что заниматься бизнесом в нашей республике можно и нужно. Так на путь бизнеса в Татарстане наставляют с 2013 года. Рустам Миниханов предложил авторам этот проект расширять и больше задействовать жителей районов. А глав муниципалитетов призвал бороться за своих предпринимателей. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова